МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что касается предстоящих выборов депутатов Государственной Думы, то, наверное, главное отличие, одно из главных отличий, что избирательная кампания, день голосования у нас пройдет не как обычно в декабре месяце 18 сентября, в третье воскресенье. Второе отличие заключается в том, что мы возвращаемся к выборам депутатов Государственной Думы по смешанной системе. То есть 225 депутатов будет избрано по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов будет избрано по спискам кандидатов, которые будут выдвинуты политическими партиями. Есть, конечно, другие новшества в законодательстве, потому что большой пласт был внесен буквально в начале месяца, был утвержден новый федеральный закон с дополнениями. В частности, изменился порядок внесения избирателей по месту временного пребывания. Теперь нужно предварительно обратиться в территориальную комиссию для того, чтобы избиратели, находящиеся в месте временного пребывания, были включены в списки избирателей. Изменились правила предвыборной агитации. Появилось понятие сетевых средств массовой информации. Но еще много нюансов, которые будут применяться в ходе данной избирательной кампании. Ну, начнем с одномандатников. Кто может принять участие в выборах и какие условия должен выполнить кандидат в депутаты Государственной Думы? Что касается кандидатов по одномандатным избирательным округам, главное условие – это то, что прежде всего гражданин должен обладать пассивным избирательным правом. Депутатом Государственной Думы может стать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. Во-вторых, он не должен быть ограничен в своем пассивном избирательном праве. То есть он не должен быть осужден к лишению свободы, и судимость у него должна быть погашена. Если ранее у нас гражданин когда-либо осужденный не имел права вообще участвовать в выборах, то последние изменения законодательства прошлого года говорят о том, что в случае, если судимость погашена, то, соответственно, кандидат, гражданин может быть выдвинут на ту или иную выборную должность, в том числе на должность депутата Государственной Думы. И есть критерии. Если судимость была средней тяжести, после погашения судимости должно пройти 10 лет. Если судимость была тяжелая, то после погашения ее должно пройти 15 лет. Тогда пассивное избирательное право восстанавливается, и кандидат, соответственно, гражданин может быть выдвинут кандидатом. Следующая особенность – это, прежде всего, поддержка выдвижения кандидата. Поддержка осуществляется либо по результатам прошедших выборов от политической партии, либо путем сбора подписей. То есть кандидат должен быть поддержан либо политической партией, которая по результатам предыдущих выборов получила мандаты в одном из законодательных собраний субъектов Российской Федерации, либо в Государственной Думе, либо он должен собрать определенное количество подписей, не менее 3%. Ну, про партии мы поговорим чуть позже. Давайте еще раз про одномандатные округа. Вот как они избираются, одномандатные избирательные округа, как они формируются, сформированы ли они, и вот что касается Хакасии. Что у нас? Хакасия – один одномандатный округ. В прошлом году вся территория Российской Федерации была разбита на 225 одномандатных избирательных округов. Обязательное условие, что в каждом субъекте Российской Федерации должен быть хотя бы один одномандатный избирательный округ. И второе условие – одномандатный избирательный округ не должен превышать количество трех миллионов человек. В соответствии с утвержденной схемой одномандатных округов в Хакасии присвоен номер 35, и наш одномандатный избирательный округ, соответственно, называется Хакасский одномандатный избирательный округ номер 35. В каком случае кандидат по одномандатному округу может рассчитывать на депутатский мандат по итогам выборов? Это будет простое большинство голосов или определенный процент, проходной балл? Чтобы стать депутатом Государственной Думы, кандидат, зарегистрированный кандидат должен набрать наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами количество голосов. В результате этого он становится депутатом Государственной Думы. А явка будет при этом учитываться? Явка при этом не учитывается. А если так получилось, что место в Государственной Думе, которое получил одномандатник, вдруг по определенным причинам освободилось, как оно будет, кем оно будет заменено? Закон также урегулировал этот вопрос. Если депутатский мандат становится вакантным, Центральная избирательная комиссия объявляет досрочные выборы, и в течение года эти досрочные выборы по соответствующему одномандатному избирательному округу должны состояться. Так, ну теперь перейдем к партиям. Какие конкретные изменения коснутся партий? Меняется порядок участия политической партии в предвыборной агитации. В частности, не так давно, 9 марта, был принят также федеральный закон, который предписывает участвовать кандидатам от политических партий в предвыборной агитации, то есть на каналах средств массовой информации, телевизионных средств массовой информации в дебатах, так называемых, круглых столах, непосредственно, то есть не через представителей политической партии, не через доверенное лицо, а непосредственно кандидат, включенный в список, должен принимать участие в данном мероприятии. Кроме этого, изменились размеры избирательных фондов. Сейчас политическая партия в целом может иметь избирательный фонд 700 миллионов рублей. При этом не учитывается фонд регионального отделения для республики Хакасия. Это 20 миллионов рублей, плюс еще региональное отделение может быть. Избирательный фонд кандидата по одномандатному избирательному округу составляет 40 миллионов рублей. Кроме этого, изменился принцип направления на избирательные участки наблюдателей. Теперь политическая партия должна представить список наблюдателей за три дня до дня голосования соответствующую избирательную комиссию. То есть, скажем так, сделать аккредитацию своих наблюдателей. И каждый наблюдатель имеет право присутствовать только на одном избирательном участке. И есть еще ряд нюансов, которые мы в ходе наших мероприятий с политическими партиями до них доводим. Все рассказываем, можно сказать, на пальцах. Главное, чтобы сами политические партии были более активны. Потому что из того большого числа зарегистрированных политических партий, даже на территории республики Хакасия, которых больше 30, постоянно принимают участие в мероприятиях комиссии, скажем, 7 политических партий. Это основные партии наши. Которые заинтересованы в том, чтобы лучше узнать законодательство. И в ходе избирательной кампании, соответственно, к этим партиям меньше претензий, когда они выдвигаются и регистрируют. Но я так понимаю, что не всем партиям сейчас для того, чтобы выдвинуться на выборы в Госдуме, нужно собирать подписи избирателей. В Российской Федерации 14 политических партий освобождены от сбора подписей избирателей по результатам выборов предыдущих в Государственную Думу и, соответственно, выборов в органы государственной власти с субъектами. Это все парламентские партии, плюс это у нас Родина, это партия Пенсионеров за справедливость, зеленые, ну еще ряд партий, тут 14 партий, список этих политических партий размещен как на сайте Центральной избирательной комиссии, так и на нашем сайте, с ним можно ознакомиться. Эти политические партии не собирают подписи избирателей. Остальным политическим партиям для вдвижения необходимо собрать 200 тысяч подписей избирателей на территории Российской Федерации. При этом в одном субъекте Российской Федерации не может быть собрано более 7, вернее, в одном избирательном округе, одномандатом не может быть собрано более 7 тысяч подписей избирателей. Но правильно ли я понимаю, что у Хакасии, нашей республики, есть возможность получить два мандата в Государственной Думе? Что это, миф или вот реальность? Если говорить о распределении депутатских мандатов, могу с уверенностью, со стопроцентной уверенностью сказать, что один депутатский мандат по итогам выборов кандидатов по одномандатному избирательному округу Хакасия получит непосредственно как регион. Что касается распределения мандатов по партийным спискам, здесь несколько сложнее процедура распределения мандатов. И в большей степени она зависит как от активности избирателей в целом, от явки. Она зависит от поддержки избирателями той иной политической партии. Она зависит от формирования политическими партиями региональных групп. Все политические партии, которые будут участвовать в избирательной кампании, будут зарегистрированы, они обязаны всю территорию Российской Федерации разделить на региональные группы. И в том или ином случае, вот уже от тех условий, как я сказал, Хакасия будет либо отдельным субъектом, как территориальная группа, либо входить в группу субъектов. Но депутат, который будет представлять Хакасию от политической партии, он будет в Государственном Думе. Другой вопрос, будет это, скажем, непосредственно депутат от Хакасии, или это будет депутат, который представляет группу субъектов. То есть вот здесь нюансы определенные. Так, понятно. А что если говорить про современные технологии? Будут ли они использоваться на думских выборах? Что касается современных технологиях, мы традиционно уже будем применять комплексы электронного голосования. Их у нас на территории 20 комплексов, если быть точнее 25, 20 основных и 5 резервных. Последнее время мы их применяем на выборах в городе Черногорске. Из других, новшеств, как организация видеонаблюдения за ходом голосования, это все будет зависеть от решения Центральной избирательной комиссии, от решения федеральных органов государственной власти, потому что вопрос довольно-таки затратный. И как решение будет принято, соответственно, по ним будут проведены определенные мероприятия. Будет ли возможность поучаствовать в этих выборах у людей, у граждан России, которые в тот момент будут находиться за границей? Здесь два также момента. Есть граждане, которые временно пребывают за границей. Соответственно, они будут включаться в списки избирателей по месту пребывания в посольствах и консульствах, которые находятся в том или ином государстве. Те избиратели, которые окажутся за рубежом непосредственно в день голосования, они могут воспользоваться правом голосования по открепительному удостоверению. При этом также в день голосования, обратившись в посольство в консульство, где их включат в список избирателей, они, соответственно, получат избирательный бюллетень. Ну и в итоге сколько бюллетеней получит на руки каждый житель Хакасии? Будет ли там графа против всех? Каждый житель республики получит по основным выборам два избирательных бюллетеня. Это по выборам депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу и по голосованию за списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями. Некоторые муниципальные образования у нас на территории, где будут проходить выборы органов местного самоуправления. И, скажем, на территории Абакана, избирательный округ номер 6, где будут дополнительные выборы депутата Верховного Совета проходить. Там будут по три депутата. Ну и наибольшее количество у нас бюллетеней получат, скажем, жители Росветовского сельского совета, где они одновременно с местными выборами главы района, с выборами депутатов Государственной Думы будут еще избирать и главу своего сельсовета. Вот четыре избирательные бюллетеня у нас максимальные. При этом на выборах в 2013 году у нас максимально было шесть бюллетеней. А графа против всех? Графы против всех не предусмотрены законодательством. Федеральный законодатель однозначно, первоначально определил, что на федеральных избирательных кампаниях графа против всех не применяется. И также она не применяется на выборах органов государственной власти субъекта. И дали на откуп законодательным органам субъектов право включать графу против всех на местных выборах. Наши законодатели, депутаты Верховного Совета своим правом воспользовались. И данная графа не была включена. Соответственно, на территории Республики Хакасия в избирательных бюллетенях графы против всех не будет. Спасибо, Александр Владимирович, за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Но я думаю, что мы еще не раз поговорим на эту тему. Спасибо вам, что пришли. Напомню, в эфире у нас была рубрика интервью. И гость нашей студии, руководитель избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин. Редактор субтитров А.Семкин